Ежегодно с уступлением первых морозов любители рыбалки выходят на лёд с целью половить заветную рыбку. Однако многие из них не знают, какой опасный стоит себе первый лёд. Даже несмотря на то, что в минувшие выходные почти вся площадь водоёмов покрылась внушительным слоем льда, на некоторых участках замёрзшей глади эта толщина обманчива. Многие рыбаки не обращают на это внимания, поэтому категория любителей паудить до сих пор находится в факторе риска. И печальная статистика ярко этому подтверждение. Беспокоит то, что в прошлом году в целом за год погибло 21 рыбак против 15 в предыдущем году. И эта тенденция гибели рыбаков продолжается и в этом году. Уже в январе за неполный месяц уже погибло три рыбака. Причём наверняка погибшие были уверены, что с ними точно ничего не случится. Любители посидеть с уточкой называют рыбалку поэзией, занятием для души. Иван Андросюк такого же мнения. С 83 года, 46 из которых, он ежегодно выходит на лёд, насладится любимым делом. Рыбак со стажем уверен, что знает каждый миллиметр реки. А возможность оказаться в воде вообще исключает. Ну, во-первых, я речку знаю и вот иду. Все губины здесь знают. Во-вторых, я хорошо плаваю. Тонуть не боюсь. Потому что, что тут выбраться? Мне проблемы не составляет. Вооружившись остроконечной палкой, Иван Афанасьевич вдохновением бравит толстый лёд. А гладь замёрзшей реки называют платьем невесты. Тёплая одежда, ведёрко для улова, наживка и даже складной стул. Кажется, что опытный рыболов всё предусмотрел. Ну, или почти всё. Вы с собой имеете какие-то средства спасения? Ну, да. Средства спасения это я сам. Ну, положено сейчас придумали веровку иметь. Ну, у меня всегда эта веровочка есть. Ну, у меня не спецспасение, а для промерных глубин нормальная веровка. Ну, она к этому годится. А железописатель у вас есть? Я его летом наберу, не то, что зимой. Таких смельчаков, как Иван Афанасьевич, найдётся немало. Что руководит людьми, пренебрегающими простыми средствами спасения, голос разума или дух авантюризма, вопрос, который задают себе спасатели не один год. И всё же неустанно продолжает предупреждать гореискателей приключений о большой вероятности оказаться в ледяной воде. Мы призываем ко всем и рыбаков, и других граждан. Не спешите выходить на водоёмы. А когда уже вы там находитесь, на рыбалке или по другим причинам, то будьте предельно осторожны и желательно, чтобы имели какие-то спасательные средства. И ещё один момент. Не употребляйте спиртных напитков. По статистике, 80% утонувших накануне несчастных случаев употребляли алкоголь. Показательен тот факт, что половину из них составляют рыбаки. Поэтому, чтобы не окоченеть от мороза, лучше не пить горячительный напиток, а просто уйти, пусть даже без желанной щуки, но зато целым и невредимым. Продолжение следует...